Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и сегодня вашему вниманию представляю вебкаст на тему расширенная настройка пакетов подготовки Windows 10. Мы продолжаем разговор о новых возможностях Windows 10. Именно в Windows 10 впервые появился инструмент Windows ICD, который позволяет готовить provision packages или пакеты подготовки, которые в свою очередь содержат настройки, которые мы можем применять. В предыдущем вебкасте мы установили Windows ICD к нам на машину и познакомились с мастером простой подготовки. В сегодняшнем же вебкасте будем разбираться с мастером расширенной подготовки. Мы будем работать в окружении NERV LOCAL, мы располагаемся на машинке V10.01. Также у нас в сети присутствует еще несколько машинок, в частности нас сегодня будет интересовать V10S.01, которую в прошлом вебкасте мы подготовили. То есть добавили ее в домен, применив ряд настроек и сегодня будем готовить для нее еще один пакет с расширенными настройками. Что касается машинок, то на обоих этих машинах стоит Windows 10 Enterprise 64-битный английский версия 16.07. Аппаратные характеристики представлены на слайде. Когда мы говорим про мастер расширенной подготовки, то из обязательного у проекта должно быть имя и расположение, где мы его сохраняем. Мы должны выбрать, каким редакциям операционной системы Windows 10 он будет подходить. Ну и после этого настроить параметры. Затем мы точно так же экспортируем пакет и его применяем. Хотим с очисткой системы, хотим просто к готовой системе, здесь значения не имеет. Мы как раз будем применять к рабочей системе, на которой уже есть установленные пакеты подготовки. Что же, давайте рассмотрим такую ситуацию. Нам нужно подготовить машинку, которая у нас располагается, например, в переговорной комнате. То есть компьютер, за которым в течение дня может поработать достаточно большое количество людей. Мы постараемся его оптимизировать при помощи настроек. Что нам для этого потребуется? Запустим Windows ICD. И создадим новый проект. Проект будет называться Test Project 2. Мы его сохраним также в каталоге. На диске C. Dister. Test Project 2. Далее. Подходить он у нас будет ко всем настольным редакциям Windows. Далее. И если бы мы хотели, мы могли бы импортировать другой незашифрованный пакет. И, соответственно, его бы настройки добавились в наш новый пакет. Но нас больше интересует чистый пакет, поэтому этот шаг мы пропускаем. Готово. Как видим, с правой стороны настройки, которые мы уже выбрали, отсутствуют. Мы переходим к настройкам, которые у нас присутствуют с левой стороны. У нас здесь есть несколько вариантов. Это все настройки. Как видим, их очень много. Либо настройки для IT Pro, для YOD сценариев, для Team Edition или для Imaging Settings. Соответственно, все они представлены в разделе All Settings. Нас же будет сегодня интересовать вопрос с общедоступным компьютером. Для этого есть раздел Shared PC. И здесь можно все настроить. В частности, включаем режим Shared PC. True. Как видим, каждому разделу будет выползать справка, которая будет сообщать о том, какие редакции поддерживают тульную настройку, какие возможны значения. Ну что, включили режим Shared PC. Аккаунт Model только для доменных компьютеров, чтобы не предлагал использовать локальные учетные записи. При этом, пускай моментально удаляет информацию о пользователях, чтобы она не оставалась. И при входе каждый раз нужно было вводить свой логин, пароль. Кэширование на уровне диска по умолчанию 50, меняем в ноль. Удаление сходу, то есть в ноль. Как видим, здесь подсказки у нас есть. Управление аккаунтами включаем, иначе работать не будут. И, соответственно, параметры. Время начала обслуживания у нас по умолчанию это ноль часов. Здесь в минутах выставляем 120 минут. Соответственно, в два часа ночи у нас будет запускаться обслуживание. Политики ЕДУ, то есть для устройств, которые используются в учебных классах. Мы включать такой функционал не будем здесь. Это доступно для Education Reduction и для Enterprise. Обслуживание Power Policy, да, мы включаем. В данном случае будет отключен режим гибернации и останется только сон. При этом, при возвращении после сна, пускай требуется у нас вход в систему с нуля с вводом пароля. И тайм-аут по уходу в сон для компьютера здесь выставлено 10 минут. Ну, мы увеличим это дело до 100 минут. Ок. Сделали настройки. Все их мы здесь видим. Все хорошо. И для того, чтобы показать еще несколько возможностей, здесь достаточно много их можно показывать, мы рассмотрим вопрос установки программного обеспечения. Дело в том, что пакеты подготовки могут точно так же и производить установку ПО. Это могут быть как настольные приложения, экзешники, MSI файлы, так и универсальные приложения. Но для их настройки вам потребуется аккаунт Windows Store for Business или приложение, которое вы разрабатываете своими силами. У вас есть все исходные установщики, а на системах включен сайдлодинг. Что касается установки программного обеспечения и потребований удаления. Это располагается в следующих местах. Универсальные приложения у нас располагаются вот здесь. Их установка и удаление. А установка стандартных приложений идет через provision commands. Здесь довольно интересно сделан мастер. Вам необходимо будет добавить все нужные файлы. В том числе можно добавить скрипт, который производит установку. И вписать опции его запуска. У нас будет очень простая задача. У нас вот здесь в папке distr выложен xml-notepad. И вот мы хотим его поставить. Соответственно нам его нужно будет загрузить. Находим файл. Мистер xml-notepad. Добавили его себе. Вот он появился. И теперь нам его необходимо установить. И так как это msi-пакет, то с ним проблем вообще не возникает никаких. Команда будет очень простая. msi-exec, ключ и имя пакета. И указываем ключ quiet, чтобы интерфейсные элементы установщики не показывались. И установка прошла со значениями по умолчанию. Готово. Настроили командную строку. Добавили файлик. И теперь сохраняем проект. Проект сохраняем в папке testproject2. Как видим, здесь все хорошо. Не хватает только готового пакета, который мы сможем применять. Для этого используем export. Provision package. Testproject2.100. Режим для IT-администратора. Далее. Давайте попробуем зашифровать пакет. Введем пароль. Далее. И положим пакет в папочку export. Сохранили. Далее. Создаем пакет. Вот наш пакет. Подключаем к нашей системе флешку. Сюда мы занесем TestProject2 Прочитаю вас внимание В pkg файл Добавляется и экзешник Конечно в сжатом формате Чуть меньше места он занимает, но он добавляется То есть если вы например будете добавлять сюда MSI файл С подготовленным установщиком Microsoft Office Например 2013 или 2016 То на свои гигабайты Или даже полтора, а то и два он вырастет Поэтому учтите Вставляем сюда Вынимаем флешку Можно свернуть И теперь подключаемся к нашей машинке V10Test01 На которой мы хотим принять этот пакет подготовки Нам потребуется TightWinC Подключаемся к машинке Обращаю вас внимание Пока к машинке ничего не применяется При входе мы можем выбрать как нашего пользователя Так и OtherUser То есть он помнит о тех пользователях, которые входили В систему здесь вопросов не возникает У моей учетной записи на этой машине есть административные права Поэтому с применением пакета подготовки проблем не возникнет Подключаем флешку И запускаем TestProject2 Yes Пакет мы зашифровали Поэтому требуется ввод пароля от него Окей И мастер сообщает нам о том, что будут внесены изменения в параметры устройства Будут добавлены файлы В частности это наш файл установщика И на системном уровне будет запущен скрипт Этот скрипт установит Файл установщика То есть XML Notepad Выполняем При этом перезагрузка не потребуется Как видим XML Notepad уже вылез То есть он уже установился Пожалуйста Все работает А система получила новые настройки Давайте выйдем из нее И обращаю внимание, что выбора других пользователей нет А также система не помнит о том, кто из пользователей входил ранее То есть это уже общедоступный компьютер И настройки, которые мы с вами внесли, они уже работают При этом мы внесли их корректно И доверие с доменом Прочие параметры, они не изменились Что же Если мы заглянем в приложение Settings То здесь внутри Аккаунт Аксесс Вокус Кул И добавление и удаление пакетов подготовки Увидим, что пакетов у нас уже два Если я удалю этот пакет Это не отменит всех настройок, которые я сделал Ну а с этим чуть более подробно можно познакомиться в MSDN Что касается еще одного важного момента Мы заглянули в Provision Packages Увидели, что здесь много всяких разных настроек Здесь у нас есть масса политик Здесь у нас есть управление папками и прочее Внутри MSDN присутствует Windows Provision Settings Reference То есть описательное приложение ко всем настройкам Где расписаны, какие параметры можно заносить Для каких категорий устройств SuperSign 7 и Windows 10 они подходят И так далее Зайдите, посмотрите Ну а что касается материалов данного вебкаста Мы все разобрали Мы посмотрели расширенный мастер создания пакетов подготовки Windows 10 Мы попробовали выполнить полный цикл управления пакетом подготовки То есть создали его Сохранили Экспортировали в виде пакета и применили Посмотрели, что он применяется А также затронули тему возможности установки и удаления программного обеспечения При помощи пакетов подготовки Думаю, ничего хитрого нет В следующем вебкасте мы уже будем погружаться в более сложные темы Это многовариантные пакеты подготовки Также это уже не первый вебкаст по Windows 10 Если вас интересует возможности этой персональной системы Вы можете зайти к нам на сайт и найти группу вебкастов по HyperView Windows 10 А также множество вебкастов по другим направлениям Что касается материалов данного вебкаста Мы все разобрали Если у вас возникли вопросы и пожелания Присылайте их мне в почту на lebedefury.gmail.com Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefum.blogspot.ru Ну и все мои материалы собраны у меня на сайте Ну а пройти комплексное авторизованное обучение по Windows 10 Вы можете в учебном центре Softline Education На этом все, спасибо за внимание и будьте здоровы!